Друзья, сегодня 26 сентября 2020 года. Я прошу Господа, чтобы Он вошел вместе со мной к вам в дом и обязательно благословил вас на воскресные дни. Тем более, что завтра замечательный праздник, Йом-Кипур в Израиле. Но на самом деле это не Новый год. Для нас это год, когда Господь устанавливает... А знаете что? Посмотрите мой ролик «Все на суд». Вы узнаете, что нужно делать в этот замечательный праздник. То, что вы сейчас увидите, это интервью с молодым парнем Георгием, которому поставили сердце умершего байкера-белоруса. Это ролик от души. Это ролик для вашей души. Когда вам будет сложно, вы его всегда можете посмотреть и сравнить то, что есть сегодня у вас и что бывает на самом деле в жизни. Вот прямо с этой передачи я начинаю интервью с людьми, которые очень-очень-очень нуждаются в жизни, но не теряют силу духа. Они верят Господу и уповают на Него, но находятся в ужасных условиях. Завтра я буду брать интервью у многодетной семьи, которая когда-то жила в престижном районе Тбилиси, а сейчас находится в разрушенном здании. Ну, вы увидите, что это за жизнь и что это за обстоятельства. Ну, что еще хочу сказать. Да, колокольчик не забудьте, потому что будет много интервью. Скоро я буду брать их и украинцев. Если вы захотите помочь этому парню, он ничего не просил. Мы заплатили. Он находится за чертой бедности. У них 250 долларов на месяц. Они социально считаются необеспеченной семьей в Грузии. Господи, хоть бы все были такие счастливы, как эта семья. Да, прекрасные люди. Вы получите удовольствие. Хотя парень очень скромный и немногословный. Если вы... Мы фондом... Вернее, не фонд. Я лично со своей карточки перевел. Ему 2500 долларов оплатили квартиру на год вперед. Значит, год впереди. Ему не надо ни о чем будет думать. Но на самом деле, это проблема. И этой семье нужна помощь. Если вы хотите помочь парню, это я обращаюсь к грузинам, моим соотечественникам, потому что я гражданин Грузии. Вот. И к украинцам. Грузины такие, что украинцам будут помогать, хотя им очень тяжело. Напишите. Я дам пост. И вы сможете... И вы поймете, как мы это делаем правильно. Потому что есть правила. И главное благотворительности – это правила. Не только доброта. Ну, а доброта, она, конечно, спасет всех от суда, которые предстоит пережить каждому человеку, если он избран Господом. Вот такие дела. За всех помолюсь. Сейчас вот я в форме, в которой я пойду плавать. Сейчас уже темно. И я буду один. Ни одного человека на пляже. Волны, луна. И я заплыву очень далеко. Вчера ко мне подплыл катер. Спросил... Я был километра два от берега. Спросил, жив ли я. Ну, они меня много раз ловили. И поняли, что без толку я с документами плаваю. Потому что они подумали, что я не в себе. Ну, один далеко, никого нет. Но в этот раз никто не спрашивал документы. Они меня поздравили с субботы. Я их. Показал им пальцем вот так. Я ни одного слова не знаю на иврите. Вот. Знаю только свой украинский русский язык. Ну, люблю вас всех. А для грузинов это... Это будет новость хорошая. Потому что вы узнаете, сколько... Какие вы добрые. Господи, полмиллиона человек помогли этому молодому парню выжить. А сегодня он помогает другим. Я желаю вам хорошего просмотра. И самого лучшего дня в вашей жизни завтра. С Богом. Желаю вам счастья. Удачи. А приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня 26 сентября 2020 года. Я хочу познакомить вас с хорошими людьми. Ну, в Грузии плохих людей не бывает. Это Георгий и его жена Нино. Георгий перенес операцию по пересадке сердца. И скромный человек. Я хотел бы вам показать его... Я сам впервые его вижу. И обычно мы никогда с теми людьми, кому мы стараемся помочь, мы не... Я не брал еще до сих пор интервью. Это первое. Вот. Поэтому, может быть, буду немножко нервничать. Ну, я расскажу вам, как есть. Ну, во-первых, пусть Господь нас благословит. Вот. Вы, Георгий Осириец, вы в какого Бога верите? Я? Я... Я православный. Я православный. Православный. А вообще, Осирийцы в какого Бога верили? Вообще, православный многих, да. Есть такие... Ну, в Альбусе, Георгий, Католики. Есть у нас и православные католики. Католики, да. Ну, вообще, древняя нация. И было громадное государство. Вот. Остались осирийцы по всему миру. А государства у них нет. Ну, это никакого отношения к делу не имеет. Нино. Это жена Георгия. Так вот. В 2014 году Георгию пересадили с сердца. И я хочу... Ну, он обычный парень грузинский. Вот. Работал менеджером дорожно-строительной... Работает сейчас менеджером дорожно-строительной компании. У него небольшая зарплата. Какая зарплата у вас сейчас вместе с женой? 580 долларов. Это сколько долларов? Это где-то до 200... Нет, сколько? В смысле, до 250 долларов. 250 долларов. Да, 250 долларов. Ну, это, видите, молодая семья. У них ребенок. И они живут... Ну, наверное, так живут и многие украинские семьи. Хотя, мне кажется, что в Грузии немножко уровень жизни ниже. Есть люди, которые живут намного хуже. Ну, такое дело. Значит, вы провели... Оперировал его в Минске Юрий Островский, белорусский доктор наук и академик. Вот. А почему в Беларуси сердце надо делать? Потому что там оказалась операция дешевле. Дешевле, да. Дешевле. Вот я вам, друзья, покажу, как это все выглядит. Вы не стесняетесь? Нормально, Георгий? Мы друзья. Я такой же, как и вы. И мои подписчики все интеллигентные люди. Вы просто познакомитесь с украинцами. Они любят грузин и Грузию. Так что все хорошо. Мы ничего, никого не просим. Мы ничего не хотим. Мы говорим про жизнь. Да и все. Вот я вам покажу, как Георгий выглядел. Ой. И выключился телефон. Ну, сейчас мы это все сделаем. Навадим. Так. Вот. Как это было. Я покажу. Вот он лежит в палате. Вот сейчас. Это уже вам сделали сердце? Или это еще? Нет. Еще нет. Еще нет. Это вы еще думаете, обращаться за помощью или нет? Георгий никак не хотел обращаться за помощью. Хотя, конечно же, ему надо было помогать. Но люди... Ну, государство выделило 70 тысяч долларов. И люди собрали еще 60 тысяч. И Георгия вытащили от смерти. Вот, наверное, женщина, которая помогала вам, да? Которая в парламенте работала? Да, да. Это моя мальсурация, которая работала в парламенте. Наверное, это вы дружили с ней, да? Это что? Мы дружили с детства. Дружили с детства, да. Но это не любовь, это просто дружба. Нет, это просто дружба. Это просто дружба. Я с ней не встречался 8 лет. И через 8 лет вот она так случайно появилась. То есть вы заболели, и она узнала об этом, да? Я написал ей на Facebook, если она может помочь или нет. Господи, дай бог этой женщине здоровья. Вот так собирали деньги для Георгия в разных местах. И в торговых центрах, и в парламенте ходила эта женщина. А много людей стало вам помогать, когда вы обратились в Facebook, в телевидение? Очень много, очень много людей помогло. Даже маленькие дети помогали. Ну, ой, господи. Грузия маленькая страна. Сколько тысяч человек помогало? Как-то не отсталить их. Если я не смогу, я работаю, я работаю на хвар миллионы. Можно сказать, что мне помогло полмиллиона человек. Ничего себе. Вот бы в Украине такие цифры. Ну, грузины – это маленький народ, который выстоял многие тысячелетия свою независимость. Вот такое у Георгия чудо. Это девочка или мальчик? Девочка. Говорите на грузинском, не надо на русском. Это девочка, да. Девочка. А как ее назвали? Как у меня? Сесилий. Сесилий. Это, ну да, это не грузинское имя. Это какое-то историческое. Переводи сразу, сынок. Да, да, это историческое имя. А откуда оно взято? Просто понравилось название или... Ух ты, отключается телефон. Понравилось название или просто... Или вы что-то читали? Бугольцон. Нет, нам понравилось просто звучание имени. Ну да. Грузия сейчас называют детей... И как Шекспир называл своих персонажей. Ну, хорошо. Значит, Георгию 36 лет, Нино красавице 23, А Сесилии, красотки, 7 месяцев. Хорошо. Тогда я хочу поговорить с вами по вопросам, которые у меня возникли. Мне очень интересно узнать и услышать из первых уст. Как случилось, что вы заболели? Как это все происходило вообще? Я шел по улице. У меня был мотоцикл тогда. И у меня вдруг я потерял сознание и упал с мотоциклета. И у меня тогда только что перечислили мне зарплату. Да. И мне сказал мой сотрудник, что у тебя вот только что ты взял зарплату, получил зарплату, пойдем сделаем эхоскопию. Ну, ясно. Хорошо. Потому что ты постоянно жалуешься на сердце, сделать УЗИ, вернее. Ну, вы сделали УЗИ. И вам сказали, что врачи? Что, вы сказали ему, что у него вода в легких? А потом? Ну, вода в легких и что? Через две недели они меня выписали. Я дома. Дома мне стало плохо. Я задыхался. Моя бабушка меня фактически как-то вывела из состояния. И потом мой друг мне посоветовал одну из клиник «Джоин». И меня привезли в эту клинику тайком, вечером. У меня и денег не было на клинику. О, Господи. Ну, и кто? Помогли врачи? Как их мне? Нет, я не могу. Там наш друг работал. А-а-а. И он сделал мне, тайно сделал мне УЗИ. Да, Маганин сказал, что кардиомиопатия. И сказал мне, что мой диагноз – кардиомиопатия. Ясно. Ну, у нас тоже такие врачи в Украине, еще похуже, которые ставят неправильные диагнозы. Я в теме, я 6 лет занимаюсь в Грузии такими, как вы, ребятами и молодыми. Ну, в основном, женщины молодые, многодетные. Ну, и сам прожил много времени. Уехал, потому что врачи, конечно, ну, я бы уже живой не был. Потому что врачи здесь, конечно, ну, ужасно. И, слава богу, что нашелся друг, потому что все стоит денег. В Грузии платная врачебная помощь. Но если бы она была еще хорошей. Потому что врачи хорошие, как и в Украине, все разъехались. Денег в населении нет. Хорошо. Это понятно. И тогда вы начали… Ну, что вы почувствовали? Что вам сказал этот врач? Насколько серьезно? Они меня оставили в клинике, не отпустили домой. Я лежал в клинике в тяжелом состоянии. Потом, когда пришли врачи, там, консилиум, там, они меня все проверили и там обнаружили кардиомиопатию. Один из профессоров пришел, Леван Курашвили, и говорит мне, что ты не маленький мальчик, и тебе нужно новое сердце. Господи, помоги. Это они что, бесплатно в этой больнице вас оставили и не попросили денег? У меня была страховка с моего места работы. Слава Богу, да. И что покрыла страховка, то покрыла. Что нет, то я из кармана доплатил. Ну, хорошо, хоть было что доплатить. И сколько вам это обошлось, кстати? За полтора тысяч, за полтора года где-то 45 тысяч лари. Господи, это они вас обследовали за это время, да? Да, ну, а если бы у вас не было этих денег, то вас бы выкинули из больницы или как? Я попал в руки очень хороших людей. Не-не, если бы не было у вас 45 тысяч, то вас бы выбросили умирать? Нет, не выбросили бы. А что сделали? Потому что я попал в руки хороших людей. То есть, ну да, а если бы не попали в руки хороших людей, выбросили бы? Тогда бы выбросили бы на улицу. Да, ну это вот о реформе одной, которой я возмущался, когда я жил в Грузии, Саакашвили, о том, что он вел американские реформы для бедной страны и лишил людей бесплатного медицинского обслуживания. Я считаю, что он совершил перед людьми ужасный поступок. Просто ужасный. Потому что я знаю, что люди, которые не имеют денег, это как комментарий. Я жил в Кабулете, и там многие ходят к бабкам, к теткам и лечатся у всяких знахарей, потому что денег нет, а все абсолютно за деньги. Хотя у нас на Украине тоже, кто понимает, о чем я говорю, лечиться даром, это даром лечиться. Ну, то есть, за все надо платить. Хотя у нас бесплатная, якобы, образовая, это медицинская, ну, забыли. Такие страны. Но, дай бог этим людям, конечно, невероятно. У меня тоже, друзья, профессор один, Георгий его зовут, как вас. Замечательный человек и очень сильный специалист, гинеколог. Но я ему говорю, почему вы так мало берете денег, а он говорит, людей жалко. Но он один из лучших специалистов в Союзе. Вот такой человек. Но это Грузия. Это такая страна добрых людей. Да. Хорошо. И вот вы узнали, что вы обречены, да? Они вам сказали, что вам грозит смерть. Мне сказали, что если я не пересажу сердце, не сделаю пересадку сердца, я, конечно... Что вы почувствовали в этот момент, когда вам сказали, что вы можете умереть? Где-то полтора месяца у меня была очень сильная депрессия. Я не мог встать с кровати, не мог есть. Вы думали о смерти, да? Да. Умирать, конечно... Ну, я вот, знаете... Вы извините, я... Если не хотите, я не буду говорить на эту тему. Но мне очень интересно... Я уже сам 70-летний человек. И вот сейчас ходит этот ковид, да? И в Израиле здесь били полицейские системы. Ко мне перестали приезжать горничные. Потому что здесь уголовная ответственность, если человек выходит из дома. В Грузии еще хуже с этим ковидом, но... И в Украине. Но никто этого, конечно, не сделает. Многие не верят в эту болезнь. Но если я заболею, то я тут же умру. Потому что это как раз болезнь для меня и для маленьких детей. Будьте осторожны. Да. Да. Что вы... Ну, вот я хочу... Я, правда, никогда не думал о смерти. Мне просто важно понимать, что человек чувствует, когда он умирает. Ну, какие у вас были мысли? О чем вы думали? Я думал о смерти. Думал, что мне осталось всего 3-4 месяца. И все, я умру. Ну, и что нужно делать? Вот что человек делает в этот период? Что просто лежали и ни о чем не думали. Или вы думали о спасении? Что-то делать для этого? Когда я был в депрессии, я вообще не думал о том, что кто-то может мне помочь или что-нибудь может случиться со мной. То есть вам было все равно умирать или жить? Пересадка сердца – это вообще такая вещь, которую я видел только в фильмах. И вообще я не верил, что такое возможно. Я до сих пор не верю, что они с вами такое сделали. Потому что в Грузии многие стоят в очереди, наверное, да, на пересадку или нет? Я помогаю безвозмездно людям в Грузии, которые нуждаются в пересадке сердца. Много таких. У меня 140 человек, которым я помогаю. Им всем государство дает тоже деньги на… Ну, на Украине, наверное, миллион стоит. И я знаю точно, что распределяются эти деньги нечестно. Знакомым дают или за взятки. Хотя бюджет выделяет средства. Ну, это, конечно, очередное безобразие социалистических стран бывших. Ну, такое дело. Ну, хорошо. Вот вы, когда стали выходить из депрессии, когда появилась надежда? Ну, она появилась вообще? Кто вам сказал о том, что вы можете вернуться к жизни? Ну, чем-то мы увидели. А мне, как ты, нахер, успели увидеть, мы увидели, что мама села не вернулись. А, а мы уже на зро-гарус. Ко мне пришел отец Серафим. Через полтора месяца моей депрессии. И сказал, что мы все смертны. Мы никто не останемся на этой земле. Не нервничай ни о чем. Все будет хорошо. Я приду завтра к тебе, он мне пообещал, чтобы ты причастился и исповедовался. И все будет хорошо, он сказал. На второй день, когда отец Серафим пришел ко мне, он, я исповедовался и причастился. И через полтора часа, через полтора-два часа, я не знаю, что случилось. Я встал с кровати, а до этого я чувствовал себя очень тяжело. Я попросил санитаров помочь дойти до ванной комнаты, если там горячая вода была, чтобы помыться и побриться. Я зашел, я побрился, и после этого я не думал даже о том, мне нужна пересадка сердца или нет. То есть вы решили жить, правильно? Да. Ну и Серафим, отец. Так интересно с ним было бы поговорить. Дай ему Бог всего-всего самого хорошего. А вы теперь каждый день с ним общаетесь? Как часто вы его видите? Нет, каждый день нет. Я уже несколько месяцев с ним не общался. Ну, понятно. Но после того, как я приехал, после операции, я ходил к нему, у нас был контакт, мы виделись. Дай ему Бог. Это написали, что вы не хотели, чтобы вас показывали по телевизору, да? И он вам дал 100 долларов. Когда он пришел ко мне, когда я причастился и исповедовался, он мне дал 100 долларов, положил в карман, сказал, чтобы я что-нибудь купил в больнице и покушал фактически. О, Господи. В общем, он сказал вам, что вы будете жить. Или нет? Да. И что вы стали делать? Как вас нашла эта великая женщина, которая организовала невероятное, что она стала ходить в майке с просьбой вам помочь в парламенте? И кто создавал все эти группы? Кто это делал? Ну, через год. Случайно я увидел, что эта женщина, я в фейсбуке увидел, что эта женщина сняла фотографию в фейсбуке. И что? Я связался с ней, я ей написал. Если можешь помочь чем-нибудь, я ей написал. И она помогала только вам, или она еще многим вам помогала? Только вам помогала, или многим? Нет, только мне. А почему, как вы думаете, почему она стала вам помогать? Я обратился к ней с просьбой, если помочь, чем может. Она сначала не поверила. Она сказала потом, что я приду к тебе в клинику, и мы поговорим. И когда она пришла в клинику и увидела, что я в тяжелом состоянии, она сказала, что у нас из десяти один шанс, но мы должны постараться. И она начала устанавливать специальные ящики в магазинах. Молодец. Я знаю, что она делала дальше. Я скажу своим слушателям, что она организовывала, я показывал, невероятные акции. Где-то у меня все эти фотографии есть. Она показывала. Ну да, вот так она это делала. Ой, господи, есть же такие люди. Надо же. Ну, слава богу, что они есть. Вот так она это делала. Еще раз я покажу в разных магазинах. И везде ящички. А вот скажите, а это вы с ней, да? Или это вы с женой? Это с женой. Женой. А где же она? Ее фотографии у вас нет, да? У меня нет сейчас, потому что мы не фотографировали. Мы не фотографировались вместе. Это она? Да, да. Она. Хочется ее поцеловать. Почему она вам стала помогать? Скажите, как вы думаете? Мы фактически росли с возраста 10-11 лет вместе. А, вот в чем дело. То есть это был, это человек, с которым вы провели детство. Она вас знала с детства, да? Да. У нее муж есть, дети, да? Ее муж австриец. Австриец. Да, и девочка маленькая у нее еще. Австриец или австриец? Я не понял. Австриец. Австриец из Австрии. А она кем работает в парламенте? Из другого? Я. А сейчас не работает нигде. А раньше она кем была, когда вам помогала? У всех мы работали. Она работала в парламенте, была сотрудницей аппарата парламента. А вот скажите, как вы думаете, это случайно вы ее нашли? Или это не случайно? Я думаю, что это все-таки проведение Господня. Все от Бога. От Бога, да. Так не бывает просто. Потому что она совершила невероятный поступок. Но она так вообще счастливый человек. У нее все хорошо? И эта девушка сейчас заявляет, что после того, как я тебе помогла, Бог мне послал австрийского мужа, Бог мне послал ребенка, и у меня все хорошо. Господи. Ну, привет ей, если сможете, от бывшего трижды депутата парламента и дважды мэра Киева. Передавайте, да. Это здорово, да. Конечно, Бог так и делает всегда. Господи, велик Господь. Ну, хорошо. Вот смотрите. Конечно, вы, человек, ну, спокойный. Мне бы эмоций побольше, чтобы я вот понял. Ну, вот, собрали деньги. Хотя я, ну, это невероятно, конечно. Видимо, у Бога есть какие-то новые планы. Какие планы, вы думаете, у вас на Бога есть? Вот, что вы думаете? Я перед тем, как сделать пересадку сердца, я принес склятву перед иконами. что если я выживу, я буду помогать таким же больным, как и я. И когда я выжил и приехал домой, случилось так, что много людей обратились ко мне. И сейчас обязанность от Бога, посыл от Бога для меня помогать таким же людям, как и я. Расскажите, как вы им помогаете? Что вы делаете для них? Когда я второй раз приехал в Минск, там был ребенок 13 лет, который нуждался в пересадке сердца. Я взял с собой документы на этого ребенка. Я нашел одного человека, который там работал. Что этот маленький у нас, маленький ребенок, и он нуждается в пересадке сердца. Этот человек взял документы, и он потом мне заявил, что давай мы с тобой будем делать хорошие дела. И уже шестой год я этому человеку, у меня отношения с этим человеком уже шестой год, я ему отсылаю пациентов. А как они платят? Ну, это девочка, ясно. Кто за нее заплатит деньги? К сожалению, вот этот 13-летний ребенок скончался. Мы не успели его отвезти. То есть я сейчас даю правильное направление вот этим людям. У меня шесть человек, которым я даю правильное направление. Как же вы меня сейчас лет назад не нашли? Теперь этот ребенок будет с вами жить до конца ваших дней. Да, мы вспоминаем об этом ребенке по сей день. О, Господи. Я тоже видел ребенка, когда мне было столько лет, мало же вас был. У нас во дворе жила девочка с белокрови, и я ничем не помог. Ну, мне тогда самого денег не было для молока детей накормить. Да. Я ее до сих пор помню. Хара, ясно. Надо было меня найти. Это сколько лет назад было? Где-то пять с половиной лет тому назад. Ну, я уже был тогда в Топулете, да. У меня тогда у меня шесть месяцев там назад пересадили сердце. Ну, да. Ну, хорошо. Вы меня познакомите с теми, потом мы поговорим еще, кому нужна помощь. Мне интересно просто, может быть... Скажите, пожалуйста, вы как-то благодарили людей, кто больше всего вам помогал? Вы с ними встречаетесь или они не хотят благодарности? Было несколько человек, которых я хотел поблагодарить лично. Да, да. Ну, они фактически как-то, они фактически исчезли. И я по фейсбуку и по телевидению поблагодарил всех. Ну, хотите, вы можете назвать пару человек, если вам, если хотите, они посмотрят это. Я, к сожалению, не помню их фамилии. Хорошо. Ну, мы еще встретимся. Главное, что вы за них... Я помню от Рады. А вы с вами... Как? Экой, Экой. Эка. Ну, Эка... Да, спасибо, Эка, говорит Георгий. Эка, Кэти еще была. Кэти, да. Ну, у них, наверное, уже хорошие мужья. Кэти, Ами, Травели еще. Ну, отлично. У них у всех, наверное, у девушек мужья появились хорошие и дети, наверное, так что все. Да. Ну, наверное, вы их вспоминаете иногда. Как часто вы вспоминаете тех, кто вам помогал? Почти что всегда их вспоминаю. Ну, как вот, сколько раз в месяц, в неделю. Фактически я всегда их помню. Отлично. Когда вы молитесь, вы о чем просите Бога? Конечно же, я молюсь за здоровье, свое здоровье и за благополучие своей семьи. Ну, это самое важное. А что вы говорите? Желаю всем здоровья. Да, это тоже важно. Вот скажите, ну, когда вас везли на операцию, что вы ощущали? Ну, какие чувства вас переполняли? операции из Филиси или в Минске, когда меня уже везли на операцию? Ну, давайте в Минске. Хорошо. Вот перед операцией. Что вы думали? Я не нервничал, можно сказать. Я был рад, что появилось сердце, которое можно было пересадить. И я думал о том, что меня спасут. А вы думали о том парне, который разбился на... Это молодой человек разбился на мотоцикле, да? Что с ним произошло? Первый же день, когда я прилетел туда, у меня получился, вышел спор с врачами, по этому поводу. То есть я должен лежать и мечтать, чтобы кто-то умер, чтобы вы мне пересадили сердце? Я нервничал очень, что кто-то должен умереть. Я, конечно же, не дай бог кому-нибудь умереть, а не хотел, чтобы кто-то умирал. Ну да, вы добрый парень. А что это за человек был, который умер? Что с ним случилось? Я даже видел эту аварию, смотрел эту аварию. Вам показывали видео? Видео? Видео, да. На хейс? Ага. Я лежал в палате. Да, в медицинской сартуле. Девятый этаж был. Да, в медицинской сартуле. С девятого этажа я услышал звук, как будто бы упала бомба. И пять километров до автобана из девятого этажа виден этот автобан. И я увидел, что очень много машин там разворочено, разбито и так далее. И когда я лег в постель, я включил новости. И показали по новостям, что в этой аварии погибло пятнадцать человек. И один был байкер, который боролся за свою жизнь. И в палате лежал один украинец. Роман Чернук вместе со мной. И он сказал мне, что ты получишь сердце из этой аварии. И так и так и случилось фактически. А его живым привезли в больницу этого парня? Он был присоединен к аппарату жизнеобеспечения. А как это решается? Он давал заранее разрешение на то, что у него заберут орган или он продавал их или как это было? У него был специальный документ, что он может стать донором после смерти. Это без денег. Без денег. И потом спросили его мать, сказали ей, что молодой парень 30 лет погибает. И насколько вы согласны, чтобы сердце вашего сына пересадили ему? И мать сказала, что ни я, ни мой сын не можем сделать более благостного дела, чем это. И мы подпишем любые документы. Господи, дай ей Бог здоровья. Скажите, а вы с ней общаетесь с мамой? С этой? Не, она была она, она была и она. Я не имею права и даже не знаю, кто она. Это закрытая информация. Ну, а вообще, это сердце дает вам какие-то ощущения, что это за человек был, который погиб? Это можно сказать, не сердце дает мне вот такие чувства, а мой разум дает мне восприятие того, что это был молодой человек, который погиб. Что вы о нем думаете? Ну, вот как вы его себе представляете когда-нибудь, нет? Как я его представляю? Я его представляю высоким, представляю блондином, голубоглазым. А если вдруг Господь вернул его сюда прямо во время телевидения и он попросил бы у вас свое сердце обратно, вы бы ему отдали? Нет. Я бы не сделал шагу назад. Ну, что это значит? Обязательно бы вернул сердце. А как вообще люди вот расстаются с жизнью? Ну, вы когда ложились, вы были уверены, что вы вернетесь живым, да? 50 на 50. Ну, вот если вы допускали, что вы умрете, как вы себя представляли? Как это произойдет? То есть, операция бы не прошла удачно? И больше я никак не мог представить себе ничего. Ну, вы готовились вообще к тому, что вы можете не вернуться с операционной? Да, да, обязательно я готовился к тому. И что вы для этого сделали? Какие, ну, вы может кому-то позвонили, что-то написали? Что-то после себя хотели оставить? Я только семье звонил. Маме, да, и отцу, да? Да, у нас. У меня матери нет. Я звонил тети и дяди только. И что вы им сказали? Если не секрет? Говорил, что все будет хорошо, все будет нормально. Как вы думаете, кто бы вас вспоминал, вот если бы операция прошла плохо? Кто бы помнил вас через 6 лет? Конечно же, это была бы моя семья в первую очередь. Потом эта девушка, которая мне помогала. Но семьи еще не было, вы же тогда Нино не знали еще. Или знаете? Нет, нет, это, нет, у меня, это, это я имею в виду мою дядю и тетю. Отец мой, конечно же. И я метровели, которая мне помогла. Они, конечно же, меня бы вспомнили. И мои друзья. Ну, слава богу. Много друзей у вас? После того, как я, как мне стало плохо, я многих друзей потерял. Почему? Многие не помогли мне и поэтому. я вам скажу, что с позиции моих лет люди хорошие, они хотят помогать, но помогает Бог. Я халсунда, да. Но так случилось, что некоторые даже не справились о моем здоровье в течение года. Да, люди несовершенны. Они те, на кого мы рассчитываем, обычно не исполняют своих обязательств. Это закон Божий такой. Только один Бог думает о тебе, Георгий. Вот так же он думает и обо мне. Я тоже это понимаю, что конечно будут люди, которые будут что-то вспоминать, но думает о нас только Господь, больше никто. это не но после того, как я пересадил сердце, я, да, я потерял друзей, но я еще и многих друзей обрел. Да, это были не друзья. Ну и потом это все такое. Ваши друзья это Господь, вот семья ваша. Это мой совет вам, как человека, который прожил жизнь. Ну, хорошо, конечно, надо любить людей и помнить. Все. А что вы почувствовали, когда вы открыли глаза после операции? Я помнил, как меня ввозили в операционную и я спросил сразу, что случилось. И мне сказали, что все хорошо, все будет нормально. Юрий Островский мне сказал, что тебе очень повезло, что я сегодня находился здесь. И у тебя очень сильный организм. Как изменилась ваша жизнь после того, как вы заново ее получили от Бога? Ну, что-то произошло? Вы по-другому смотрите на мир или все так же? Моя жизнь обернулась на 90 градусов. Ну, вот как, чтобы мои слушатели, они поняли, в чем произошла перемена? Рад суля помочь другим. Я хочу, чтобы другие были здоровы. И я изменился. Если бы у меня была возможность, я бы помог очень многим. То есть вы до операции не думали о том, чтобы помогать другим людям? После операции вы стали думать об этом? До операции я думал, конечно, но не так интенсивно, как я сейчас думаю об этом. Да. То есть вы этим живете. Окей. Как вообще дела? Все нормально сегодня? Вы счастливы? Все хорошо? Да, у меня проблем нет. У меня проблем нет. Я себя чувствую здоровым. Пью лекарства. Все нормально. Ну дай вам бог. Вы может что-то хотите сказать для грузин или для украинцев отдельно? Мы очень любим украинцев также. И желаю всем здоровья. И желаю всем быть такими же здоровыми, как я сегодня. Да, я знаю, грузины такие. Вы я всем рассказываю всегда, что в Грузии когда принимают гостей, то независимо от того на 250 долларов вы живете или на миллион, то вы принимаете гостей, а потом год выплачиваете кредиты. Это так или нет? Да, у нас есть такие люди. Да, ну хорошо, тогда я желаю вам всего наилучшего. Ну свяжемся, поговорим еще о тех людях, которых вы заботитесь. Большое вам спасибо, удачи, самого доброго. Пока, пока. Спасибо вам. Счастливо.